Люблю я экспериментировать, не молоденькая. Издеваешься? Друзья мои, всем большой привет! Такой суп мало кто готовит, а зря я вам скажу, потому что очень вкусный. Такой суп готовила еще мама моего мужа в далекие 90-е. Очень вкусный, бюджетный. Бюджетный? Вполне. Вполне. Поэтому оставайтесь со мной, забирайте идею и давайте готовить. Кроме всего этого, суп готовится очень-очень быстро. Если вам нужно что-то по-быстрому сообразить на обед, ну или даже на ужин, то вот прям берите этот рецепт себе на заметку. В первую очередь подготовим продукты для пережарки. Это лук. Луковица у меня крупная, я возьму, пожалуй, половину. Порежу ее кубиком, ножом на кубики. Морковочка у меня была уже натертая, замороженная, осталась с предыдущего раза, поэтому морковь натирать мне сейчас не нужно. И возьму одну помидорку. Можно взять помидор, можно взять сладкий перец, если у вас есть. А можно и то, и другое. Помидор тоже режем кубиком. Если нет ни того, ни другого, возьмите просто томатную пасту. Сейчас быстренько сделаем с вами пережарку. Я уже, кстати, поставила и в кастрюлю, и в кастрюле воду греться, и в сковороде у меня масло растительное разогревается. Сейчас отправляем туда лук. До прозрачного состояния доведем. Ну, в общем, как обычно, все же супы готовите. Знаете, как, что делать с пережаркой. Морковочка у меня замороженная, но ничего страшного, отправляем сюда же к луку. Сейчас все разморозится. Времени терять не будем. Люблю экспериментировать. Если мне что-то понравилось, то обязательно этим с вами делюсь. А если вот рецепт не зашел, то вы его и не увидите на моем канале. Если вы тоже любите эксперименты всяческие на кухне с едой, с приготовлением еды, подписывайтесь на мой канал. Нам вместе будет интересно и очень вкусно. Лук с морковкой поджарились. Отправляем сюда помидорчики. Ну вот, немножко мягче стали помидоры. Теперь отправляем сюда томатную пасту. Прогреваем ее буквально несколько секунд, чтобы она поменяла свой вкус. И теперь все вместе с томатной пастой перемешиваем. Пока вода в кастрюле закипает, нарезаем картошечку, как вашей душе угодно, хоть брусочками, хоть кубиком, и шинкуем капусту. Вообще состав блюда вы, как всегда, можете найти в конце видео и в описании под видео. Также в описании под видео вы можете найти ссылки на все мои соцсети и смотреть там, где вам больше нравится и там, где вам удобно. Я везде вам буду рада. Заходите, подписывайтесь. Капусточку шинкуем, как я и говорила. У меня она такая уже немолоденькая. Зима все-таки на дворе, поэтому помельче буду, чтобы быстрее приготовилась. Прям такая дубовенькая у меня сегодня капусточка. Капуста у меня зимняя, плотная такая, поэтому я ее буду бросать в первую очередь в воду. Вода уже закипела, отправляю туда капусточку. Пусть она у нас варится немножко. Капуста закипела, буквально минутку проварилась. Теперь закладываю сюда картошечку, буду варить до готовности картофеля. Когда картошка готова, добавляем пережарку в кастрюлю. Туда же у нас идет фасоль. Красная у меня консервированная небольшая баночка. Закладываем. Фишка этого супчика в том, что мяса в нем нет, как вы заметили. Но мы будем добавлять кильку в томатном соусе. Признавайтесь, готовили так или нет. Если нет, то обязательно пробуйте и отпишитесь в комментариях, как вам вкус. Добавляем кильку. Вот так. Все у нас идет в кастрюлю. Сейчас размешаем и будем подсаливать. Сразу закладываем лаврушку, подсаливаем. Соль добавляйте по своему вкусу. И перчик. Пока загибает, рубим зеленушечку. У меня лук зеленый, укроп и петрушка. В самом конце бросаем зеленушку, накрываем крышкой и выключаем огонь. Ну что, друзья мои, будем пробовать. Получились у нас с вами вот такие вот щи с килькой. Зеленушечки еще сверху добавим. Ты думаешь, я столько осилю одна, да? Ты силишь, не осилишь. То есть это мне, это тебе. Ну да, почему меня тарелочка моет? В прошлый раз ты мне где-то на ладушек сметанку не положил. Не зажала. Все меня пожалели, поэтому сегодня мне побольше. Такой, да, походный супчик. Походный суп какой-то напоминает, да? Да. Вкусненько очень. Ну что, Жень, воспоминание с детства навеяло? Ну, есть такое. Вкусненько? Достаточно бюджетно, вкусно и просто. И готовить быстро. Вот для разнообразия с удовольствием можно отведать такой супчик. Готовьте вы тоже с удовольствием. Желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения. Пусть на вашем столе всегда будет сытно и вкусно. Всем добра, хорошего настроения и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok